Как нас учили бизнесу, который на нас неуклонно надвигался? Вот фильм «Мимино» 1977 года о том, как два гражданина с Кавказа... Да-да, с того самого советского монолитного Кавказа я сейчас говорю не о национальности советских товарищей, а о географии их работы. Итак, два советских гражданина с Кавказа приезжают в центр решать производственные вопросы. Одному нужна резина на колеса автомобиля, а второй хочет пройти курс переподготовки летчиков для полетов на советских государственных пассажирских авиалайнерах. Они приезжают решать производственные вопросы, куда бы вы думали? Вы правильно предполагаете, они приезжают в Москву, в столицу СССР. Вдумайтесь в сюжет фильма и подумайте о правилах нашей жизни в те советские годы. Фильм достаточно правдив. Во всяком случае, мы его смотрели не как научную фантастику, а как вполне жизненную историю. Я не берусь пересказывать всю жизнь Кавказа в те далекие уже времена, а начну с поселения Мимино в гостиницу. Вы помните, письмо от тети Нины из Тбилиси, билет на Лебединое, симпозиум эндокринологов и Мимино в гостинице Россия. Письмо от тети Нины из Тбилиси. Здравствуйте. Здравствуйте. Синицын. Я знаю. Слушаю вас. Вам письмо от тети Нины. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, я пешком поставил. Таня! Татьяна! Вот, товарищ. Здравствуйте. Здравствуйте. Надо в гостиницу устроить. Фамилия? Мизандари. А вы что ж стоите? Садитесь, пожалуйста. Не беспокойтесь. Извините, я тут. Алло, это мебельный магазин? Яков Борисович, пожалуйста. Яков Борисович, здрасте, это Синицыно. У нас ЧП. Приехал племянник Родиона Васильевича. Надо устроить его в гостиницу. Сейчас узнаю. Родя, два билета можешь сделать на Лебединое? Вряд ли. Может. Запомню. Зизандари. Мизандари. М. Мизандари. М. Спасибо. Мотайте сейчас в западный блок. Найдете там администратора всеевропейского симпозиума эндокринологов Воронина, скажете, что от Якова Борисовича. Он все сделает. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Не стоит. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. До свидания. Таня, кто такая тетя Нина из Билиси? Не знаешь? Нет. И я не знаю. Вот вам. Если нужно поселиться в гостиницу, вы берете телефон и через какую-нибудь программу бронируете себе номер. Потом вы едете в гостиницу, приходите на рецепцию и получаете ключи от забронированного номера. Вот как второй герой фильма, товарищ Хачикян. Слушай, я вам одну вещь скажу, но вы не обижайтесь. Такие люди, как в этом гостинице, я нигде не видел. Вот я простой шофер. Пришел меня спрашивают. Как ваша фамилия? Я говорю, Хачикян. Говорят, здравствуйте, товарищ Хачикян. Очень рад вас видеть. Взяли вещи и поднялись сюда. Но в кино про Мимино все гораздо сложнее. Это была правда. И правда показана нам в кинофильме. Напомню, что фильм Мимино вышел в прокат, то есть был включен в нашу жизненную учебную программу в 1977 году. А вскоре, в 1988 году, в СССР вступил в силу закон о кооперации, с которого начался советский бизнес, который перевернул все показанное нам в синематографе, с головы на ноги. И в московскую гостиницу «Россия» стало возможно поселиться за обыкновенные советские деньги. Правда, этих денег нужно было много, но без теки Нины из Тбилиси и директора мебельного магазина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова